Вы успешно зарегистрировались, с чем я вас и поздравляю. Для того, чтобы научиться делать красивую, качественную 3D визуализацию, 3D-дизайн, вы сейчас сделали самый правильный шаг, зарегистрировавшись на этот интенсив. Меня зовут Алик Скидель, я руковожу собственной студией и этой обучающей школой. Вы сейчас находитесь в первом видео из небольшой серии видеоуроков, которые нужны для того, чтобы подготовиться к самому интенсиву, в которых мы с вами пройдем много важной и полезной информации. В частности, сегодня, сейчас в этом видео мы с вами пройдем, что сейчас актуально в 3D-дизайне. Главные причины низкого качества и низкой скорости в 3D-дизайне. Простой способ исправить качество, добиться лучшего качества и высокой скорости. Ну, собственно говоря, поговорим о заказчиках, как эта профессия монетизируется, как зарабатывать на 3D-дизайне. Прежде всего, я должен сказать, что старые методы работы уже безнадежно устаревают. То есть сейчас, ну, как бы старые, привычные, я бы сказал так, методы работы устаревают. Сейчас нельзя, как раньше, уже поднимать объемы по чертежам, настраивать рендер, часами, сутками ждать, пока считаются фотоэлистичные изображения. Раньше, когда мы с командой участвовали в реализации таких проектов, как Moscow City, Smolensk Passage, Lotte Plaza и многие-многие другие, я замечал, как отметаются огромное количество хороших специалистов только потому, что они не могут перестроиться на современные программы, на современные инструменты. Пользуются старыми методами, из-за этого они работают в 10 раз медленнее и выдают недостаточные качественные результаты. Такой подход не устраивает ни одного заказчика. Главная проблема таких специалистов, это у них постоянная проблема именно с заказчиками и с деньгами. Вот главная проблема в том, что они не понимают, зачем вообще нужны вот эти вот презентационные материалы, зачем нужен 3D-дизайн, зачем нужны фотоэлистичные картинки, зачем нужны видеоролики, зачем нужны приложения. Вот вы как считаете, зачем это надо все, зачем нужны... Многие уверены, что презентационные материалы вот эти нужны для того, чтобы показать, ну, показать проект, да, показать самому себе этот проект, показать заказчику проект. Но на самом деле это не совсем так, это не полностью как бы так. Главное, что все эти картинки, видеоприложения – это все в первую очередь рекламные материалы. То есть это материалы, которые должны круто продавать. Чем дольше делается 3D-дизайн и чем хуже этот 3D-дизайн продает, да, чем хуже он выглядит, чем хуже продает, тем меньше потом в дальнейшем заказчиков и меньше, соответственно, денег у дизайнера. И наоборот, чем быстрее делается 3D-дизайн, чем лучше он выглядит, чем лучше он продает, тем дороже стоит сам 3D-дизайнер, дороже стоит его работа и тем более востребован сам специалист. Как это работает? Ну, вот как с чертежниками. Если вы ничего не знаете о бимпроектировании, например, то вы будете вынуждены делать чертежи в автокаде, ну, если вы его… И из-за этого работать ровно в 10 раз медленнее, чем те специалисты, которые разбираются в бимпроектировании и получают все чертежи, спецификации в автоматическом режиме. Ну, прямо вот в автоматическом режиме, когда человек владеет Revit или ArchiCAD и владеет вообще бимпроектированием, он получает чертежи и спецификации в автоматическом режиме. Поменял модель, у тебя поменялись автоматически все чертежи и спецификации. Это ровно в 10 раз быстрее, чем переделывать все чертежи в автокаде. 3D-дизайном точно такая же ситуация. Старые методы и старые программы уже безнадежно устарели, их просто нет никакого смысла использовать, а значит, нет никакого смысла и изучать. Немного информации обо мне. Меня зовут Алекс Кидель, я руковожу собственной студией и уже около 10 лет уже, боже мой, руковожу обучающим центром школы обучения 3D-дизайном. За это время мы обучили огромное количество людей. И что конкретно... Мне кажется, сейчас уже возникает вопрос, что конкретно делать именно вам. Алекс, молодец, конечно, ты хорошо все рассказал, но что мне конкретно делать прямо сейчас? Прежде всего, ваша задача сейчас определиться с инструментами. Какие программы вам понадобятся для того, чтобы создавать качественный 3D-дизайн? Всех специалистов в данном случае можно разделить на две такие большие категории. Я об этом уже много говорил и сейчас, наверное, повторюсь. Это консерваторы, к которым я отношусь, и новаторы. Консерваторы остаются всегда при своих программах и при своих методах. То есть консерваторы стараются делать все в тех программах, которые они хорошо изучили, которые они хорошо знают, и они крайне неохотно переключаются на какие-то новые инструменты. Так один мой друг хорошо знает, например, офисные программы, Uboard, и старается делать все именно в Uboard. То есть если я попрошу его сделать визуализацию интерьера, например, он ухитрится сделать ее в каком-нибудь Excel. Он даже знает, как в Excel сделать 3D-игру. Не все знают, да-да, в офисных программах на самом деле есть чик-коды, с помощью которых можно запускать 3D-игру, то есть запускать Doom. Новаторы наоборот устанавливают все самые новые программы. Как только выходит какая-нибудь новая версия 3D-макса или V-Ray, новатор сразу же бегом бежит скачивать эту программу, устанавливать ее себе на компьютере, даже не разобравшись толком с тем, что уже установлено. К нам приходят сотни студентов каждый месяц на обучение по 3D-дизайну, и многие совершенно не разбираются, чем там, например, 3D-макс 2017 отличается от 2018 или 2014. Вот устанавливается самая новая программа, но спросить, чем отличается 17-макс от 18-го, толком даже ничего ответить не сможешь. Ну, кроме там интерфейса, может быть, чуть-чуть и все. Откуда берется эта аргументация? Эта аргументация берется именно из законов и правил. То есть если мы делаем по законам и правилам, оформляем свои презентационные материалы по законам оформления рекламных материалов, то там есть свои правила, свои нюансы, которые нужно обязательно знать. В этом случае дизайн начинает продавать. К дизайнеру выстраиваются очереди с заказчиков, и дизайнер начинает зарабатывать нормальные деньги. В интенсиве как раз-таки мы с вами будем внедрять вот эти технологии, будем проходить. У каждого из вас выстроится свой подход, у каждого из вас появятся свои методы, нюансы, тонкости. Вы узнаете все правила, мы с вами все это дело пройдем. Вы поймете, как легко входить всю конкуренцию, как быть уникальным специалистом на рынке, так, чтобы ваша стоимость была намного выше, чем у конкурентов, и чтобы у вас всегда была очередь из заказчиков. Начнем сейчас с небольшого задания. Поскольку мы с вами создаем проекты и эти проекты рекламируем, сами же рекламируем, то вот вам первое задание, порекламируйте, пожалуйста, себя, презентуйте себя, напишите под этим видео пару слов о себе, чем вы занимаетесь, что вы делаете для кого, как планируете использовать 3D-дизайн. Вы будете на нем зарабатывать конкретно, кому-то делать проекты, или вы будете рекламировать делать 3D-дизайн для своих проектов. В общем, напишите пару слов о себе, не стесняйтесь. В этом курсе мы будем с вами двигаться группой единомышленников, мы будем двигаться с вами сообществом, то есть группой людей, которые объединены одной замечательной целью – научиться делать качественный 3D-дизайн, научиться делать это быстро и начать зарабатывать на этой профессии серьезные и хорошие деньги. Делать 3D-дизайн действительно продающий, красивый, крутой, классный. И чтобы у нас с вами эта группа начала формироваться уже прямо сейчас, чтобы была поддержка других участников, давайте начнем это делать прямо сейчас своими лайками, своими комментариями, сразу начнем взаимодействовать друг с другом и поддерживать друг друга. Тем самым поможем друг другу пройти этот курс максимально быстро и эффективно. Поэтому я прямо сейчас попрошу вас, помимо того, что вы напишите несколько слов о себе, представитесь, напишите, чем вы занимаетесь, кто вы, студия, не студия, как планируете использовать 3D-дизайн, я вас попрошу еще полайкать комментарии других участников на этой же странице. Напишите, какие-нибудь комментарии, познакомьтесь с другими участниками, спешитесь, ознакомьтесь друг с другом для того, чтобы у нас была с вами отличная групповая динамика, чтобы мы с вами могли поддерживать друг друга во время интенсива, во время тренинга. Ну а в следующем видео я расскажу вам, можно ли действительно зарабатывать на 3D-дизайне, где взять заказчиков на вот эту вот замечательную услугу. И вообще не просто где их взять, а где их можно брать очень и очень много. Мало кто об этом знает, вот как раз в следующем видео мы с вами об этом поговорим. И какие программы конкретно, какие конкретно программы нам понадобятся, вот какие современные конкретные программы, какие версии программ понадобятся для того, чтобы делать 3D-дизайн максимально быстрым, но при этом, чтобы он был максимально фотореалистичным и красивым. Итак, следите, пожалуйста, за рассылкой, пишите прямо сейчас комментарии под этим видео, и до встречи в следующем видео уроке по подготовке к интенсиву. Ну и, конечно, готовьтесь к интенсиву, там будет самая интересная и самая основная информация.